Немецкий номер два. Самый самовлюбленный руководитель Германии Герман Геринг верил в свою безнаказанность и уход от ответственности до последнего. Он оказался единственным в ближайшем окружении Гитлера, кто сумел дожить до Нюрнбергского процесса, не считая Рудольфа Гесса. На скамье подсудимых Геринг демонстрировал отличный интеллект и владение аудиторией. Его допрос стоил обвинению многих нервов. Вы на канале Фактор Юз, и в этом видео я расскажу, что случилось со вторым человеком Германии Германом Герингом. Герман Вильгельм Геринг родился 12 января 1893 года в немецком городе Розенхайм. Его семья хоть и не имела аристократического происхождения, но была достаточно известной и обеспеченной. Отец семейства был высокопоставленным чиновником и имел дружеские отношения с самим Отто фон Бисмарком. Герман был четвертым из пяти детей от второй жены Генриха, баварской крестьянки Франциске Тиффенбрун. Поскольку отец Германа Геринга достиг больших высот на военном поприще, то мальчик также увлекся военным делом. Когда ему было около 11 лет, родители отдали сына в интернат, где от учеников требовалась строжайшая дисциплина. Но он сбежал оттуда и притворялся больным до тех пор, пока родители не разрешили не возвращаться в это учебное заведение. В 16 лет Геринга отправили в военную академию Лихтерфельда в Берлине, которую он окончил с отличием. Получив образование в 1912 году, юноша вступил в прусский пехотный полк кронпринца Вильгельма, откуда и начал свою военную карьеру. В начале Первой мировой войны Геринг участвовал в боевых действиях на земле в пехотном батальоне, но очень скоро осознал, что здесь он не добьется успеха. Поэтому Геринг подал прошение о переводе в военно-воздушные силы Германии. Его назначили в одной из команд в 5-й армии наследного принца. За разведывательные и карательные операции молодого летчика даже удостоили Железного креста первой степени. Геринг прошел путь от наблюдателя до командира летной эскадрильи. Он проявил себя настоящим асом-истребителем, сбив по разным подсчетам от 17 до 22 вражеских самолетов. Первую мировую войну Герман закончил в звании капитана. После войны Геринг остался в авиации и выполнял частные рейсы для датских и шведских компаний. В 1922 году он стал студентом Мюнхенского университета на факультете политологии. В конце 1922 он познакомился с Адольфом Гитлером, после чего примкнул к нацистской партии. Вскоре Герман участвовал в знаменитом пивном путче, участники которого стремились совершить госпереворот. В результате путч был жестоко подавлен и многие нацисты были арестованы, включая Гитлера. Во время подавления восстания Геринг получил ранение в ногу, а многих участников того марша арестовали, остальных объявили в розыск. В то время Геринг был вынужден прятаться от ареста за границей, но вернулся в Германию после объявления амнистии в 1927 году, продолжив трудиться в авиационной промышленности. В то время нацистская партия имела относительно небольшую поддержку у соотечественников, заняв всего 12 мест из 491 в Рейхстаге, а сам Геринг был избран представителем Баварии. Великая депрессия привела к катастрофическому спаду в немецкой экономике и голосование в июле 1932 года обеспечило нацистам большинство мест в Нижней палате парламента. Германа Геринга избрали на пост президента. 27 февраля 1933 года произошел поджог Рейхстага. Ответственность за пожар взял на себя коммунист Маринус Вандерлюбе. Геринг немедленно призвал к репрессиям против членов его партии, последовали аресты и приказы о расстреле. В 1933 году, когда Гитлер уже занял пост канцлера Германии, Геринг стал министром внутренних дел Пруссии и рейхскомиссаром авиации. В том же году он основал тайную полицию, гестапо, а также был произведен в генералой пехоты. В 1935 году Геринг стал министром авиации Рейха. На заседании кабинета министра в сентябре 1936 года Геринг и Гитлер приняли решение об ускорении немецкой программы перевооружения. 18 октября Адольф Гитлер назначил Геринга полномочным представителем четырехлетнего плана по выполнению этой задачи. 1 сентября 1939 года немцы вторглись на территорию Польши. Началась Вторая мировая война. В тот же день Гитлер назначил Геринга своим преемником в качестве фюрера всей Германии. С помощью Люфтваффе в начале войны немцы одержали большое число побед. После падения Франции Гитлер повысил Геринга до звания рейхсмаршала, что сделало его старшим фельдмаршалом в армии и самым высокопоставленным солдатом Германии до конца войны. Немецкая авиация демонстрировала фантастическую мощь до операции в Великобритании, которая стойко выдержала тяжелейшие бомбардировки нацистов. А вскоре первоначальное превосходство Германии над ВВС Советского Союза и вовсе сошло на нет. В 1943 году репутация рейхсмаршала пошатнулась, Люфтваффе все чаще проигрывала воздушные бои с врагом и страдала от потерь личного состава. И хотя фюрер не сместил Германа с его должности, он все же реже допускал его на различные собрания. Потеряв доверие фюрера, Геринг стал проводить больше времени в своих роскошных резиденциях, посвятив себя коллекционированию предметов искусства, большая часть которых принадлежала разграбленным музеям разных стран и еврейским жертвам Холокоста. По мере приближения советской армии к Берлину попытки Гитлера организовать оборону города становились все более бессмысленными и тщетными. После его дня рождения 20 апреля 1945 года многие нацисты, включая Геринга, ушли в отпуск и уехали из Берлина. 22 апреля 1945 года фюрер официально признал, что проиграл войну и заявил о намерении остаться в Берлине и покончить с собой. Будучи преемником канцлера Германии, Геринг оказался в непростом положении. С одной стороны, он боялся приговора за измену при попытке захватить власть, с другой стороны, последствиям бездействия могли стать обвинения в неисполнении долга. Хорошо подумав и посовещавшись с генералом Карлом Коллером и политиком Гансом Ламмерсом, Рейхсмаршалл решил, что оставаясь в Берлине, Гитлер лишил себя власти и Геринг обязан взять ее в свои руки. Он отправил фюреру телеграмму, в которой просил разрешения принять командование Германии в качестве заместителя канцлера. Послание перехватил Мартин Борман, который убедил Гитлера в предательстве Геринга. В ответе фюрер сообщил Рейхсмаршаллу, что если тот немедленно не покинет все посты, то будет казнен за государственную измену. Вскоре после этого Геринга сняли со всех занимаемых должностей и поместили под домашний арест. Мартин Борман объявил в радиоэфире, что Геринг отстранен от службы по состоянию здоровья. В своем завещании Адольф Гитлер сообщил об исключении Германа из партии и отмене приказа о назначении его своим преемником. Из заключения Геринга освободили за четыре дня до взятия Берлина советской армией. 6 мая 1945 года бывший Рейхсмаршалл сдался американцам. Геринг был вторым по значимости немецким преступником, которого судили в Нюрнберге. Он обвинялся в ряде серьезных преступлений, совершенных против человечества. На суде Герман отвергал все обвинения в свой адрес, мастерски уклоняясь от любых претензий в свой адрес. Тем не менее, когда были представлены доказательства в виде фото и видеоматериалов различных зверств нацистов, судьи приговорили Геринга к казни через повешивание. Но Геринг потребовал своего расстрела, поскольку смерть на виселице считалась для солдата позорной, но суд отказал ему в этом. Накануне казни бывшего немца номер два содержали в одиночной камере. В ночь на 15 октября 1946 года Герман Геринг совершил самоубийство, раскусив капсулу с цианидом. Но до сих пор неизвестно, каким образом он получил ту самую капсулу с ядом. Тело одного из известнейших преступников в истории человечества кремировали, после чего прах был развеян на побережье реки Изар. А вы считаете Германа Геринга лучшим умом Германии во время Второй мировой или придерживаетесь другой позиции? Делитесь своим мнением в комментариях.